Боженьки одиноко Как я иду за хлебом Думает вечер зябка Снег во дворах пустынных А ты опять без шапки Я ж говорил, простынешь Я ж для тебя старался Шапки придумал эти Чтоб ты не простужался Да и никто на свете Видишь, рисую белым Значит, к зиме готовься Да и не в шапке дело Я ж не об этом вовсе А у него по телевизору два канала По одному все время National Geographic А на другом канале мы внизу суетимся Чего-то требуем и не поднимаем глаз Если кажется, что он от нас отвернулся То это значит, что по National Geographic Документальный фильм про Африку Сувикаты, когда закончится Переключит на нас Жим Божим Ю-э-ля-ля-же, 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 ю-э-ля-ля-же Боженька ставит чайник, сыплет в заварку мяту Снова канал включает, тот, что без сурикатов Думает, что за люди, я ж так возился с вами Думал, простуд не будет, думал, войны не станет Я ж вам любовь настроил, солнце натер до стрипа Пятницу вам построил, Африку вам насыпал Видишь, какие звезды виснут на небосводе И каждую держит гвоздик А ты без шапки ходишь А у него по телевизору два канала По одному все время National Geographic А на другом канале мы внизу суетимся Чего-то требуем, не поднимаем глаз И если кажется, что он от нас отвернулся То это значит, что по National Geographic Документальный фильм про Африку, сурикаты Когда закончится переключить на нас А у него по телевизору два канала По одному все время National Geographic А на другом канале мы внизу суетимся Чего-то требуем и не поднимаем глаз И если кажется, что он от нас отвернулся То это значит, что по National Geographic Документальный фильм про Африку, сурикаты Когда закончится переключить на нас Жум-бо-жум Доброе утро, Новосибирск Сегодня будем разговаривать о 25-м фестивале Акбарт Как, где и когда он пройдет Разбираемся сегодня в студии Меня зовут Евгений Чурилин Моя коллега-соведущая Алена Чурилина Всем доброе утро и у нас в гостях Алексей и Анна Мокины Доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну что, давайте традиционно начнем С историей фестиваля Конечно, ее многие знают Четверть века Да, четверть века Он уже идет Расскажите, пожалуйста С какого года он стартовал И как все это было Как все начиналось Фестиваль начался в 1999 году За год до этого, в 1998 году В Академгородке случилось масштабное событие Оно называлось «30 лет спустя» Дело в том, что еще в 1968 году В Академгородке проводился фестиваль авторской песни Очень масштабный Практически всесоюзный на ту пору С выступлением очень именитых бардов известных И тогда, и сейчас Вот решили это событие вспомнить Собрали молодежь и провели фестиваль Ну не только молодежь Собрались те, кто помнил этот фестиваль Но самостоятельно они все равно Не могли все это провести Поэтому куча молодежи в помощь И работа с залом И с гостями Со всеми Кто-то должен был бегать Понимаешь? Да-да-да Именно Нужны мне ноги Кстати, на первом фестивале Вот этом 1968 года Была такая должность Называлась Женя Человек, у которого был бейджик Женя Неважно, мальчик или девочка Он знал все Ему можно было задать любой вопрос Где, когда, во сколько Мобильных телефонов не было Интернета не было Но были Жени, которые знали все На свой Женя На должность Жень, соответственно В 1998 году набрали молодежь Молодежь провела этот фестиваль Очень вдохновилась Обрадовалась и сказала Как все Как все Как вот мы один раз собрались Это сделали И что больше ничего не будет А давайте делать свой фестиваль И, соответственно, уже через год В 1999 году состоялся первый фестиваль Акбард Тогда он еще был не очень многочисленным Ну так он первый Да, то есть, ну там Несколько сотен человек собралось Но идея настолько всем понравилась Что фестиваль стал проводиться ежегодно Сначала в последние выходные мая Затем в первые выходные июня Потому что все-таки в Сибири Есть надежда, что будет теплее Ну хотя по-разному бывает Иногда в последние выходные загораешь А в первые выходные ноль И вот смотрите У вас получается так или иначе Перед глазами есть прошлый фестиваль, да Есть вот сегодняшний Акбард Которому сегодня, да, в этом году И исполняется 25 лет Вопрос Как изменились барды за вот этот период времени? Как они обновились? О чем они пишут? Насколько, может быть, другая музыка стала? Или наоборот, этот жанр настолько аутентичный, что он не меняется? Ой, это очень сложный вопрос По этому поводу Столько дискуссий, столько копий ломается И в сети, и лично, и у костров И на концертах, и везде То есть кто-то говорит, что бардовская песня умерла И это уже не бардовская песня Кто-то говорит, наоборот, все развивается На самом деле она просто очень широкий жанр И по большому счету мы не делим песню на бардовскую и не бардовскую Мы делим на песню, которую хочется петь И песню, которую не хочется петь На хорошие и плохие Потому что на бардовских фестивалях звучат песни И Макаревича, и Шевчука И вот Коля Гринько Как бы не считается бардом как таковым Но при этом Как бы его песни поются под гитару И он собирает там любителей именно песен под гитару Вот хотя когда-то у него была своя группа То есть, ну, границы жанра широки Вот поэтому А границы возраста, насколько широки у участников? К нам уже приезжают внуки тех людей Которые были на первом фестивале Дети уже отъездили Как бы приезжают семьями Потому что бардовская песня Она на самом деле универсальна Она всевозрастная Наши собственные дети Ее поют, в общем, с пеленок И им тоже нравится То есть, это, наверное, признак того Что что-то в ней есть такое Самый молодой участник у нас был сколько? Шесть месяцев? Четыре, по-моему Или четыре месяца Самый молодой участник фестиваля А самый возрастной Тут сложно сказать Там за 80 лет То есть, это как раз тот вид деятельности Которым можно заниматься всю жизнь Это не как спорт Что ты там в 25-30 лет уже пенсионер Пожалуйста, пой До стольки лет До скольки душа поет Ну, наверное, все-таки Пользуясь возможностью Хочется спросить Сколько песен нужно написать Для того, чтобы поехать на фестиваль? Можно ни одной не написать Можно поехать слушателем Можно даже так? Конечно В фестивале всегда есть участники И есть слушатели То есть, те, кто поет на сцене У костров Выступает так или иначе Делает саму программу Но это уже больше организаторы И слушатели, которые просто приезжают Они каждый год приезжают А если очень хочется помочь Да, можно просто Жене приехать? Конечно Конечно Мы всегда рады помощи Есть, кстати, такая категория добровольцы Которые приезжают не просто послушать А еще и помочь Потому что у нас такой фестиваль Он самодеятельный Вот в хорошем старом смысле слова Мы все делаем сами То есть мы сами строим сцену Мы сами обустраиваем поляну Мы сами пишем сценарии Проводим концерты Сами делаем звук Сами трансляцию Сами пишем песни Сами поем Практически, да Нет На самом деле Оргкомитет очень редко Успевает выступить на своем фестивале Потому что много других забот Вот И если приезжает стройгруппа Во главе с Алексеем Выезжает на фестивальную поляну За неделю до фестиваля Потому что это все требует Естественно, времени У нас не просто сцена обычно У нас же еще Какой-нибудь антураж Дизайн Придумка на каждый год Своя тема В фестивале Соответственно, сцена каждый год меняется Она другая То есть нельзя просто взять Поехать Построить по шаблону Нет, шаблона нет Поэтому мы делаем все заранее Скажем так Заранее уже сейчас мы все делаем То есть там Я у себя на даче Ребята у Кто-то в мастерской Кто-то у себя на участке Уже готовится реквизит Потом мы за неделю приезжаем Начинаем все это там сращивать Все это собирать окончательно А в этом году тема какая? Космос Можно я чуть-чуть поясню Почему вообще Акбард тематический фестиваль В какой-то момент Лет через 12 Нам стало скучно делать просто Фестивали авторской песни Их много И они по большому счету одинаковые То есть Ну Мы можем себе представить зрителя Который скажет Не поеду в этом году на Акбард Я там в прошлом году был Все то же самое Вот нам очень хотелось Чтобы у нас было не то же самое И мы стали придумывать для фестиваля Какую-то тему Одна из первых тем Была навеяна книга от фольклора К поэзии То есть Тема была связи авторской песни И фольклора Мы пригласили фольклорный ансамбль Они нам провели вечерку Мы сказали заранее Зрителям и участникам Приезжать в каких-то антуражах В русских платках Может быть в сарафанах И так далее Это получилось так здорово То есть Как бы вся поляна Имела возможность Поучаствовать в нашей задумке Вот поводить хороводы Попеть какие-то песни Больше похожие на народные Всем очень понравилось Все приходили Говорили Давайте 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 Следующий год Еще что-нибудь Да А в этом году Это космос О том Что будет в этом году Разберемся в следующей части Да Разберемся чуть позже Друзья Сейчас посмотрим Что для нас приготовили Журналисты Телеканала Энск 49 После чего Вернемся сюда В студию И продолжим Ой да вышел В чисто поле Виктор Палыч Криво гляд По профессии Бухгалтер Ростом Метр Шестьдесят Он оставил дома джинсы И ноутбук переносной Потому что Виктор Палыч По призванию гном лесной Виктор Павлович Из скрепок Для себя кольчугу сплел Меч пластмассовый И латы в детском мире приобрел Он не бреется полгода Он не мылся пять недель Он стоит в чистом поле Охраняет сытогель Вдруг из леса выбегает На его антагонист Николай Петрович Кошкин Сисадмин и программист Ворванье и с перегаром Хорошо играет роль Он несется с диким криком Потому что Кошкин тролль У его в руках дубина Изъялового бревна Он кричит «Умли скотина!» И не слышит нифига А из кустика сирени Раздается странный звук Ой! И выглядывает Алла Инокентиевна Костюк По профессии эколог Муж водитель Сын балбес По всему видать недавно Случайно угодила в этот лес Алла гнома оценила Тролля взглядом обвела Из лука завалила Так как Алла эльф была Набежали неоткуда Инкассатор, музыкант, дилер Продавец посуды И кредитный консультант Бились психотерапевты Логопеды, горняки А потом по электричкам И домой Ролевики Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор И присоединился Это «Оранжевое утро» И у нас сегодня в гостях Алексея Иоанна Мокина И разговариваем мы сегодня О 25-м юбилейном фестивале Акбард Продолжим Естественно, тема космоса Она достаточно обширная И встречается в любой песне Практически во многих песнях Что-то звезда Полететь куда-то на ракете В конце концов И юбилейный фестиваль И тема космоса Почему космос? Вы рассказывали о том, что Тематическое направление появилось Потому что хотелось сделать Интересно сделать каждый фестиваль Не похожий на предыдущий Мы в прошлом году Буквально в прошлом году Познакомились с интересным автором Таким Николаем Гринько Мы его раньше не слышали Оказывается, там Москва, Питер Его давно знают А мы случайно услышали Просто у него в каждой второй песне Космос И мы очень хотим его привезти К нам на фестиваль Мы пригласили Он сейчас там пытается Решить свои проблемы Чтобы он к нам приехал Но поскольку он такой Космический бард У нас сразу зародилась идея космоса Мы начали ее развивать А может быть Николай Гринько сказал Нет, слушайте, ребят Я к вам не поеду Если где-то не будет мелькать В теме космоса Да нет Это как технический райдер Условно говоря Мне нужна гитара и микрофон И космос А также сурикаты еще на поляне должны берет А, вот это тоже, да Обязательно условие Все понятно Все хорошо Каким образом тема космоса Обыгрывается на летней площадке Может быть это тематический материал Исключительно поем о космосе Может быть, не знаю Форма гитар будет космическая Знаете, это немножко тайна А может быть в финале фестиваля В этом запуску ракеты Ракеты Это интересно Это узнают те, кто приедет к нам на фестиваль Пока могу сказать, что за травкой У нас служила известная такая фраза, байка Что в любой проблеме существует два варианта решения Реальный и фантастический Фантастический – это что в людях возобладает разум Они договорятся и сами решат все проблемы А реальный – что прилетят инопланетяне и нас спасут Мы решили рассмотреть подробно реальный сценарий Инопланетяне прилетят И все будет хорошо Поэтому космос у нас не в том смысле, что мы куда-то летим Мы уже летали У нас был тематический фестиваль по фильму Кинза-Дза Иногда мы берем в качестве темы фильмы, мюзиклы И какие-то еще произведения художественные И там, собственно, у нас было путешествие Концерт был построен как путешествие по различным звездам и галактикам Там тоже был свой антураж У нас пепелат слетал И герои соответствующие были Поэтому в этот раз мы решили вернуться на Землю Но к нам прилетают инопланетяне Оказалось, очень много песен, которые так или иначе это обыгрывают Не говоря уже о фильмах Ну да, действительно То есть, судя по фильмам, у нас вообще землян мало осталось Среди нас пришельцы, каждый второй У вас, насколько я осведомлен, есть что-то связанное с фразами из космоса Цитаты из песен И это как-то будет связано с футболками Расскажите, что это за такая интересная идея Ну, мы просто иногда, не каждый год Иногда выпускаем сувенерную продукцию, так называемую мерч Ну вот, например, вот Назад на Акбардан Это у нас был фестиваль путешествия во времени По фильму «Назад в будущее» И, соответственно, вот в этом году мы решили, что футболки уже кончились Как бы предыдущие годы Надо бы новые выпустить, тем более юбилейный фестиваль А поскольку космос, то мы берем цитаты из фильмов, из книг, из чего-то еще Из авторских песен Из авторских песен Постараемся выбрать несколько цитат Которые, ну, лучше всего, скажем так, будут смотреться на футболках И выпустить вот такой мерч в футболке Чтобы людям было интересно, кто хочет приобретет себе Ну и память в конце концов И память, да Что в программе фестиваля? В программе фестиваля у нас традиционно два больших вечерних концерта В пятницу концерт открытие, в субботу концерт закрытие Между ними так называемые малосольники То есть маленькие сольные концерты В субботу днем Приглашенных гостей в субботу днем Молодежный концерт обычно случается И в этом году мы ждем Романа Ланкина, нашего давнего друга Который сейчас уже международно известный музыкант И исполнитель не только авторской песни, но и эстрады, басановы и многих других жанров Когда Рома имеет возможность приезжать нам на фестиваль Он иногда проводит такой концерт неавторской песни Нам очень нравится, когда на фестивале авторской песни Проходит концерт неавторской песни То есть именно неавторской То есть то, что было вот эстрада, написано там Какими-то 50-е годы из кинофильмов То есть если, например, Юрий Михайлов, Ким, написал песню к кинофильму Это все-таки авторская песня Она в этот концерт не пройдет А вот Кахмутова, Доброгравов, Рождественский Вот это, они же тоже песен не эти поются, они помнятся Да, та же земля в иллюминаторе Тоже вот, ну множество песен, в том числе о космосе Отдельный такой концерт неавторская песня Чтобы нас не упрекали в том, что мы портим жанр Потому что есть ревнители жанра, которые говорят А что это у вас в фестивале авторской песни, а поете, что попало Мы заранее, значит, объявляем концерт неавторской песни Объявили, да, что в этом месте разрешается петь неавторскую песню По тематике фестиваля И, как правило, очень людям нравится Потому что песни действительно известны Все ее знают А вообще, Акбард, это про отдых, про обмен опытом? Или все-таки присутствует какая-то конкурсная часть? И выбирается какой-нибудь бар от лучших из лучших? Исторически мы отказались от конкурса То есть у нас фестиваль в том значении праздника проходит То есть у нас нет конкурса, у нас нет призов Иногда бывает, мы кого-то отмечаем Но это исключительно, ну... Выделился, да? При зрительских симпатии, да? При зрительских симпатии, да? Или организаторских Или при комитете, да? Вот это просто мы выделили человека Или детей, например Ну, детей как бы награждать, ну, сам Бог велел А взрослые, ну, мы скажем Мы просто встречаемся, радуемся друг другу, радуемся с начала лета, начала полевого сезона Поем хорошие песни Ну, кто-то отдыхает, мы работаем Да? Ну, в конце концов, все равно хорошо проводим время Это, наверное, самое основное и главное Что необходимо с собой взять? Я просто уже так это список составляю Чтобы комфортно провести время на фестивале Фестиваль палаточный Так Поэтому нужно взять с собой палатку, спальник Или поселиться в чьей-нибудь палатке Или договориться, да Вот Еду, соответственно, готовят на кострах Вот тоже компаниями объединяются И таким образом И обязательно, несмотря на лето Теплую, практически зимнюю одежду Ночи в Сибири бывают холодные То есть, как я понимаю, песни Начинаются с рассвета и заканчиваются они Не заканчиваются Не заканчиваются Ну и, честно говоря, возникает такое единение Что не хочется уходить от костра Не только спать, но даже там Что-то надеть на себя более теплое Люди иногда сидят, мерзнут, но не уходят Потому что там, ну, такая энергетика Такое происходит всегда Единение душ Магия Что жалко, жалко даже на минуточку от этого отвлечься Теперь я понимаю, при чем тут инопланетяне Притягивающая сила, очень большая Да, что-то есть Сила притяжения, да Работает А где площадка, где будет проходить фестиваль? Ну, мы второй год проводим Мы поменяли площадку Потому что там рядом с нашей старой площадкой Строится большой детский реабилитационный центр И сама площадка сейчас пришла в частное владение Московское какое-то Мы не можем найти у хозяев То есть, можно ли там вообще проводить большое мероприятие А то приедут, само нам выгонят Вот Мы приехали Второй год будет в устье реки Тольменко Где она впадает в Берть То есть, между селами Морозова и Тольменко Вот в устье на высоком берегу Красивое место Там проводим А кто еще в звездном экипаже Помимо Николая Гринько И Романа Ланкина И Романа Ланкина Есть у нас исторические гости из Москвы Которые один раз, приехав на фестиваль Стараются не пропустить больше ни одного фестиваля И приезжают уже за свой счет В этом году точно приезжают Виталий Кульбакин Московский автор и исполнитель Сергей Глинберг Московский автор и исполнитель И в прошлом году первый раз у нас был московский поэт Сергей Шерешевский Ему так понравилось, что он в этом году тоже ездит за свой счет Сказал, все, я ваш Вот эти трое точно уже тоже будут Еще, скорее всего, будет организатор Эльменского фестиваля из Уфы Алла Подшивалина Которая тоже в прошлом году приехала Она не поющая, она организатор Мне тоже очень понравилось Он сказал, я в вашей команде буду приезжать, помогать И учиться у вас, как правильно делать фестиваль Это организатор Эльменского фестиваля Сказал Интересно В общем, ужалили вы их своим бартовским настроем Притянули свои энергетики Притянули, да И теперь у вас огромная команда И к почитателям фестиваля Это здорово Но все равно интересно узнать Получается, вам помогает некая команда волонтеров Как она находится? Это просто люди, которые слышали, неравнодушны к фестивалю Или абсолютно новые, которым нужно какое-то новое веяние Практика показывает, что найти волонтеров новых до фестиваля достаточно сложно Потому что сложно объяснить, что это такое Зачем вообще туда ехать, работать Ну, как бы непонятно За бесплатным Да Но если человек попадает на фестиваль И заражается вот этим Ну, если он близкий нам по духу человек Ему это все нравится Ему нравится именно то, что мы делаем все сами Вот там не берем сцену на прокат Привезли, спели, увезли Да, да А вот именно каждая сцена У нас же была сцена в виде самолета Сцена в виде карусели детской Сцена в виде... Когда мы делали кино Акбарт По человеку с бульвара Капуцинов В виде вот этого кабаре, значит Где это все выступало То есть это каждый год какая-то фантазия Воплощенная вот в реальность Своими руками Ну и люди приезжают и включаются просто И человек, приехавший, допустим, один год И случайно включившийся в эту помощь Он потом начинает приезжать каждый год У нас есть из Барнаула волонтеры Которые каждый год приезжают Просто заранее, чтобы в этом поучаствовать То есть так же вот мы на поляну выезжаем за неделю Они там, ну, за неделю не могут Работа же, да? Ну, дня за три бывает заранее приедут Коротко, вот буквально пару секунд Как попасть на фестиваль? Просто приехать Давайте так Просто приехать Числа, время Ну, понятно, что уже ничего не нужно Просто нужно приехать И не забыть с собой палатку Там все необходимые теплые вещи Какого числа будет фестиваль проходить? Со 2 по 4 июня Со 2 по 4 июня Первые полные выходные июня каждый год Да Прекрасно Я знаю планы на эти выходные Еще раз напомним У нас сегодня в гостях У нас сегодня в гостях Алексей и Анна Мокины Спасибо большое, что пришли к нам в гости Спасибо, что пригласили Приглашали к еще У нас сегодня в гостях